дорогие друзья если вы заметили я посвятила уже немало видео на тему кровотечения при беременности и очень много было раскрыто причин и осложнение беременности первом триместре поскольку действительно кровотечение втором и третьем триместре встречается не часто только в 2 3 процентов случаев или должно до 5 процентов скажем максимум вы видите какая разница и как я сказала первом 3 месте крови то очень много женщин чуть ли не 25 процентов но тем не менее кровотечение во втором и третьем триместре заслуживает не меньше внимания чем кровотечение в первом триместре потому что это могут быть серьезнейшие осложнения такие как отслойка плаценты предлежание плаценты и это может сопровождаться гибелью не только плода но и гибели женщин таким образом когда женщина кровит во второй половине брести мы обязательно обращаем на это внимание если разделить все кровотечения во втором и третьем триместре их можно выделить как в группы из-за источника кровотечения первое это маточные кровотечения и первая группа встречается чаще всего пятой части всех причин кровотечения это будет предлежание плаценты 30 процентов то есть одной трети это будет отслойка плаценты очень опасное состояние мы о нем поговорим отдельно и также разрыв матки разрыв матки встречается при беременности редкой в основном в тех регионах мира где очень низкий уровень медицинской помощи акушерской помощи и крайне редко в родах особенно тех женщин которых есть рубцы на матке после кисровосечения или различных операций например по удалению фиброматозных узлов другая группа кровотечений связана с кровотечением из шейки матки и влагалище я упоминала в несколько видео что часто бывают плацентарные или децидуальные полипы которые можно обнаружить даже при осмотре если эти полипы выходят за пределы канала шейки матки это могут быть другие опухоли травмы шейки матки это также могут быть опухоли травмы влагалище и отхождение шеечной пробки почему-то многие женщины боятся отхождение шеечной пробки считают что если пробка отошла то они родят вот прямо буквально через считанные часы или дни на самом деле пробка может отходить до восьми недель даже ну до двух месяцев до начала родовой деятельности тем не менее пробка может выглядеть как какой-то комок кремово-красного цвета с прожилками крови и может сопровождаться кровотечением поэтому чем ближе к родам тем конечно есть больше шанс того что отхождение пробки может вызвать вот это кратковременное кровотечение со стороны плода встречается редкое но опасное состояние такое как ваза преве это когда пуповина прикрепляется практически области внутреннего земла то есть довольно часто это бывает краевое прикрепление пуповины не центральной то есть патологической как мы говорим прикрепление пуповины и нередко пуповина может попасть в канал шейки матки то есть может быть выпадение пуповины особенно при разрыве плодных оболочек что сопровождается кровотечением повреждением этой пуповины это очень опасное состояние как для ребенка так конечно и для матери и также могут быть другие причины и на них почему-то мало обращают внимание это в частности нарушение свертывости крови у матери это не тромбофилии которыми так пугают многие женщин это как раз коголопатии в частности рожденные обретенные коголопатии тромбоцитопении поэтому необходимо обращать на это внимание на тему предлежание плаценты и отслойки плаценты смотрите другие видео поскольку тем эти темы очень большие и требует большего внимания со стороны врачей и со стороны конечно самих беременных женщин о чем мы поговорим в этих видео и хочу сказать что по-любому если у женщины обнаружено кровотечение женщина должна быть направлена на стационар со второго триместра если появляются кровянистые выделения женщина должна быть направлена на стационар или хотя бы направлена в больницу для того чтобы понять откуда происходит вот это кровотечение по классическим правам которые остались актуальные мы не проводим сразу ручные осмотры потому что ручные осмотры ну в принципе это ведение пальцев на самом деле могут спровоцировать кровотечение особенно если есть предлежание или есть отслойка плаценты параллельно с предлежанием плаценты довольно сложные ситуации поэтому золотое правило что если женщина поступает значит стационар ну в лечебное учреждение обязательно стационар поступают лечебное учреждение жалобами на кровянистые выделения первое же врач должен осмотреть в зеркалах естественно расспросить собрать истории само собой но осмотреть в зеркалах в дальнейшем врач должен провести узи и влагаючный узи как раз не облагаючными датчиками не противопоказано его проводят осторожно это не провоцирует ну скажем больше кровянистые выделения также можно применять трансабедоминальный датчик все зависит от того насколько врач может хорошо понимать что он видит и описывать это и в дальнейшем уже решается вопрос должна ли женщина находиться в стационаре или же она может наблюдаться в домашних условиях если скажем кровянистых выделений немного лечение как такового при кровотечении во втором и третьем триместре не существует кроме скажем восстановление гемодинамики женщин об этом я рассказывала других видео то есть практически подход тот же что при кровотечении в первом триместре в первую очередь мы стабилизируем состояние женщины и если нужно проводить там какие-то внутривенные инъекции значит уведение каких-то растворов для того чтобы наполнить организм потерявшийся объемом крови все это проводится в стационарных условиях но скажем если потери крови небольшая то женщина просто наблюдает ничего более иногда мы назначаем противоанемические препараты в частности сульфат железа если мы видим железодюфицитную анемию но скажем если женщина страдает рядом к голопатии здесь назначение могут проводиться гематологом или другими специалистами анестезиолог например в зависимости от состояния женщины и потребности исправления и возможности даже исправления ситуации и так смотрите видео на тему отслойки плаценты и прилежание плаценты двух самых частых причин кровотечения втором и третьем триместре и на что нужно обратить внимание до скорых встреч эфире